Студенты-пенсионеры служают радио премьер. Премьер. Радио хорошего настроения. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем программу у микрофона Сергея Горунов. И сегодня в студии, в рубрике «Персона» у нас необычный гость. Хотя в Голливуде все необычные гости. У нас в студии профессиональный, скажем так, профессиональный танцор или профессиональная танцовщица. Наверное, это будет более точно. Но не просто танцовщица. Чемпион мира. Как бы вы думали, в каком виде? Бальные танцы. Бальные танцы. Загадочная область, загадочная женщина. Я надеюсь, что мне удастся узнать все тайны и поделиться ими с вами. Итак, встречайте в студии Елена Гриненко. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Большое спасибо за то, что вы меня сюда пригласили. Ну, пока мы еще рано. Вы благодарите нас, потому что, может быть, в процессе интервью выяснится что-то другое. Вот. Я постараюсь задавать вам каверзные вопросы, потому что меня уже подмывает некий, так сказать, аспект танцевальной жизни. Но, насколько я знаю, что вы прекрасно, вы не только прекрасная танцовщица, вы еще и очень известный человек. И даже участница, не знаю, может быть, не совсем владея информацией, но вот это вот танцы со звездами имеет к вам самое непосредственное отношение. Да, мы там бывали. Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах, что это значит, танцы со звездами? Танцы со звездами – это звезды в любом направлении. Они могут быть актеры, певцы, модели. И все, что связано с интертейментом. Не знаю, кстати, как по-русски сказать. Да, такое слово по-русски. Есть такое слово? Давно уже живу здесь. Так и называется – интертеймент. Интертеймент. Ну вот, видите. Все звезды, которые известны, которые люди их знают, и их потом соединяют с танцором. Полагается, что эти люди никогда, в принципе, бальные танцы не танцевали. И вот у тебя есть определенное количество времени научить их станцевать много-много разных танцев. Лена, ну, по-моему, это немножко лукавство. Потому что я, например, не представляю себе актера, который прошел театральный, так сказать, вуз, и чтобы он не умел танцевать, не умел хотя бы немножечко петь. Там же творческий конкурс. Как поступить? Ну, сейчас, кстати, не все актеры имеют три направления. Как вот раньше, например, актеры в 40-х годах, да, они и пели, и танцевали, и имели актерское. Сейчас есть такие люди, которые только актеры, и все. А есть только танцоры. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну, представьте, к вам приходит звезда, скажем, кинематографа, ну, слон, танцевать не умеет, попадает в вам такой вот материальчик. Насколько сложно из этого человека сделать нормального хотя бы партнера для вас? Я уже не говорю чемпиона в этой области танца со звездами. Вот как вы, что вы с ним делаете, чтобы он стал для вас нормальным партнером и не отдавливал вам ноги? Ну, в принципе, на самом деле это все не так легко, это действительно сложно, и вот я, например, была два сезона, у меня первый партнер был, он в политике, он вообще даже не актер, его выкинули с первой недели. И у меня, например, было минуты 15 на первую неделю, чтобы сделать ча-ча-ча. За месяц он выучил только, ну, сколько там, наверное, секунд 50, потому что, ну, совсем плохо было. И мне пришлось хореографически, потому что я не знала, что с ним делать, посадить его на стул на 20 секунд первого танца и танцевать вокруг него, чтобы когда он уже потом встал, мы потанцевали вместе, и вариация закончилась. Ну, меня, конечно, немножко раскритиковали за хореографию, сказали, как это так, я его так надолго посадила. Но что мне всегда хотелось сказать, а вы сами попробуйте, тогда мы с вами поговорим. Ну, вы знаете, а почему вы не использовали методику, например, танца со стулом, дать ему стул, пускай танцует со стулом? Ну, потому что он даже на нем не мог красиво сидеть. Что ж это за партнер такой, что ж за актер такой? Вот так было, но он не был актера, Игорь, он политик, он политик был. Ну, политик я пропустил, значит, ну, а что, политики не актеры? Ну, они, наверное, только ругаться хорошо умеют. Потому что языком они владеют хорошо, а двигаться-то им не надо. Второй раз у меня был баскетболист, и он был очень-очень высокий. Клайд Даглайд, он был вот в этой Dream Team, когда первый раз американская команда собралась. Вот был Клайд Даглайд, Майкл Джордан, и тогда они приехали в Олимпийские игры. Клайд Даглайд Даглайд. Потрясающий человек, но дело в том, что он два с лишним метра роста был. Скоординировать руки с ногами в такой ситуации в танцах, чем ты выше, тем сложнее. Но он, конечно, прошел через пять недель, это половина соревнований, потому что у него очень много было фанатов, которые за него голосовали. Но по танцам мы все время тоже последнее место занимали. Так что мне вот так вот, к сожалению, я так думаю, не повезло все-таки. Я всего лишь два сезона поучаствовала, и оба мои партнеры были, как бы у них не было способностей. А вот то, что если вернуться к актерам, конечно, с актерами легче работать, потому что даже если они что-то делают неправильно, они это могут обыграть красиво. Ну да, войти в образ. Да, с ними легче работать в этом плане. Поэтому, как бы, когда публика смотрит танцы, они не критикуют технику, он носочек поставил правильно или неправильно, им именно нравятся эмоции. И поэтому с актерами намного легче, когда кому-то актер достается, все очень рады. Все радуются, да. Ну, баскетболист, между прочим, это тоже неплохо, во-первых, потому что он все время с мячиком, он все время, так сказать, движется, у него даже движения такие иногда бальные на раз-два-три, раз-два-три. Вот, а с вами наверняка он бы танцевал просто держа вас, так сказать, на руках, вы бы не касались пола, какая разница? Ну, такой вот вид танца. Ну, было бы классно, но, к сожалению, у нас есть правило, что у партнерши хотя бы одна нога должна стоять на полу. А, то есть есть такие правила? Да. Если ты танцуешь, например, аргентинское танго или салсо кабаре, или theatrical, то тогда можно делать лифты, подъемы. А если танцуешь именно бальные танцы, то нельзя делать поддержки. И поэтому вот у меня, например, какая-то там поза с ним была в румбе, когда он, ну, случайненько меня поднял, потому что у него ноги заканчивались там, где моя грудь. И нас за это раскритиковали. Ну, критиковать танцоров можно за многое. Очень много пословий существует и поговорок по поводу того, что танцорам мешает хорошо танцевать. А, это да, это моей мамой любимая. Понятно. Но у меня к вам будет другой вопрос. Вот насколько я, как дилетант, могу судить, вот то, что я наблюдаю, что в фигурном катании, что в бальных танцах, когда вот образуется пара. По-моему, танцы – это первый путь к бракосочетанию. Ведь это так интимно. Когда вы получаете нового партнера, вот в вашем шоу, так сказать, танцы со звездой или со звездами, будем говорить так, не возникает ли у вас, так сказать, желания поменять свою семейную жизнь? Дело в том, что я думаю, что мы все уже через это прошли, когда были более молодые. А, вы все-таки прошли по этой методике? То есть ваш первый партнер стал вашим мужем? Да. Вот видите. Ну, он не мой первый партнер был. Я понял. Но уже когда я встала с ним в пару, мне было 15, ему 16. Мы потом через два года поженились, и женаты были практически 10 лет. Вот. То есть вы там не танцами все-таки занимаетесь, а происходит некая магия общения мужчины, скажем так, и женщины. Ну, конечно, если вы ходите на танцы, и это настолько очень близко, и тебе должен быть приятен этот человек, иначе тебе не хочется его трогать. Ничего не получится, да? Да. А к чему я говорю, почему трогать? Потому что мы настолько близко в контакте стоим, у тебя тело постоянно. Нет. Если тебе неприятно с этим человеком находиться, и, ну, бывает, конечно, такое, люди расходятся. Почему? Потому что мы все очень хотим вот этих результатов. Все-таки это все равно спортивные бальные танцы. И когда начинается разногласие, люди начинаются ругаться, и потом из любви это все переходит в ненависть. А если есть результаты, то пары иногда годами ненавидят друг друга, все равно остаются вместе. Потому что у них есть это общее дело, и есть любовь к бальным танцам. Ну да, это уже бизнес, ничего личного, как говорится. Я-то думал, они там танцуют, а они, оказывается, трогают друг друга, ощупают, так сказать, на площадке, и это является первым шагом. Ну, если ты танцуешь танец любви, да, румбу, актеры, когда они это делают, они это делают. Вы на экран смотрите, и вы видите, как люди любовью занимаются. Делают они это по-настоящему уже или нет, никто не знает, да, но выглядит правдоподобно. Танцоры делают часть этого, потому что мы не целуемся прямо и не показываем. Ну, вы, может быть, и целуетесь, но это так быстро, что мы не успеваем выглядеть. Ну, нет, но мы должны телом показать, что этот человек тебе нравится, без того, чтобы на самом деле это делать. Понимаете, это как-то, это вот другое актерское мастерство, потому что вы должны говорить своим телом, не словами. И поэтому, конечно, если ты не будешь близко подходить, если ты должен действительно человека взять за лицо и подвинуться к нему, то ты должен его действительно физически взять за лицо. Ты не можешь просто так вот ручки вокруг него положить, потому что тогда тебе никто не поверит. Если тебе никто не поверит, тогда этот танец не берет людей за душу, и они скажут, ну, фигня какая-то, все, они там притворялись. А правда ли, что если мужчина пригласит, так сказать, на танец женщину, девушку, и станцует с ней танго, она сразу влюбится в него? Правда. Серьезно? Учите меня танцевать танго. У меня был такой случай, когда я вот еще с Мишей танцевала, это вот первый мой муж, и мы увидели Карлос Гавита, он танцует аргентинское танго, он был чемпионом мира по аргентинскому танго, он был один из самых, ну, не хотелось, не хочу сказать старых, но взрослых танцоров на Бродвее, ему было уже под 70 лет, он все еще танцевал на Бродвее и фореве танго. И когда он выиграл на этот чемпионат мира, у нас просто все там умирали, насколько было классно, и он такой-то был взбитенький, пузатенький, с бородкой такой, под 70 лет мужчина, мне тогда было всего лишь 20 с лишним лет, ну, как бы ты думаешь, 70-20, никогда вот ты... Ну, почему? В истории очень много примеров. Ну, мы пришли к нему на урок, мы хотели с ним делать шоу, и он сначала отказался, он сказал, я с бальными танцорами не работаю, типа вы уродуете наши танка. Мы ходили целый год на групповые классы для того, чтобы он наконец-то согласился нам сделать шоу, и когда у нас был первый урок с ним, и он начал моего партнеру рассказывать, как нужно женщину пригласить, и как нужно с ней встать в пару, и как нужно взять ее руку, и как нужно ее подвести, и он это, наверное, минут 10-15 рассказывал. К тому моменту, когда я к нему подошла и встала с ним в пару, у меня мурашки по всему телу были, и так вот... Поэтому ответить ваш вопрос, наверное, да, все-таки правда. Ну, на самом деле это вселяет определенные надежды и перспективы, мы теперь мужчины, учитесь танго, но для этого, наверное, надо сходить, так сказать, в школу, надо там соответствующую диету заниматься, потому что я не представляю себе, как можно с серьезнейшим брюшком танцевать, например, танго. Вы знаете, я не знаю, но все-таки танцы это магическая вещь для женщин, потому что если они видят мужчину, который мог двигаться и имеет ритм и так далее, что им это огромный-огромный плюс для мужчины, потому что я не считаю, что женщины, всем нравятся только красивые мальчики, иногда можно просто сесть с мужчиной поговорить, и вы в него можете влюбиться, он может быть и старше, и толще, и так далее, мне кажется, женщины, все-таки есть такое выражение, мужчина любит глазами, а женщина ушами, поэтому при разговоре женщины очень часто меняют свое мнение, насколько им нравится или не нравится этот человек, а если он еще и танцует, ух. Тем не менее, очень многие пары, вот именно спортивного танца, или бального танца, или фигуристы, они и гимнасты, кстати говоря, в том числе гимнастки, они, как правило, выходят замуж за футболистов, за хоккеистов, за теннисистов, то есть тех, кто так или иначе, вот двигается, ведет такой, ну, не за шахматистов точно, вот, некие видят в этом, скажем так, такой достаточно коммерческий, наверное, союз, он известен, она известна, приумножили свое семейное богатство, ну, например, взять известнейшую пару, это Ирина Дерюгина и Олег Блохин, вот, очень прекрасный союз, с другой стороны, вот эта коммерческая жилка, она все равно, так сказать, как-то каким-то образом влияет на пару, а вот в вашем случае, вот ваш второй, скажем так, супруг, что больше? Ну, мы с разных миров, но, в принципе, в одном и том же направлении, вот тот же самый entertainment, и понятие у нас в этом плане намного лучше, потому что, если он делает какое-то кино, и там есть актерская работа, и он должен делать вот этот love scene, да, то я к этому совершенно нормально отношусь, я знаю, что это работа, поэтому нет вот этой ревности, и точно так же у него к моим танцам, потому что он знает, что это работа, помимо того, что тебе нравится это делать, потому что я с 7 лет танцами занимаюсь, понятное дело, это любовь моей жизни, но в этом плане нам легче, потому что у меня были другие мужчины, с которыми я встречалась, с которым танцы в итоге, они изначально так, о, как классно, она танцует, так здорово, и все так далее, а потом, когда уже отношения более серьезные становятся, они начинают ревновать, не дай бог, еще потом начинают условия ставить, и, в принципе, на этом все так заканчивалось. А вы просто им все время говорите, милый, дорогой, пойдем потанцуем, он думает, господи, да сколько же можно уже танцевать, я уже, так сказать, хочу лежать на диване, смотреть телевизор, тупо щелкать кнопками. Ну, наверное, нет, потому что я прихожу домой, я хочу отдыхать тоже, я с удовольствием полежу и пощелкаю кнопками, чтобы телевизор посмотреть. Ну, не забирайте, пожалуйста, мужскую функцию, потому что тот самый нас-ин-рум еще никто не отменял, когда мужчина приходит с работы, ему надо тупо смотреть в экран и клацать кнопками, он ничего об этом в это время не думает, он танцует в свой другой танец, он называется «Танец перехода в обычную реальность», и это замечательно. Но я хотел бы вам задать другой вопрос. Конечно, вот вы с 7 лет занимаетесь бальными танцами, у вас наверняка есть определенная, скажем так, какая-то методика, там, диета и так далее, и так далее, и так далее. Но скажите, пожалуйста, вот вы, как вы себя чувствуете в роли чемпиона мира, дважды чемпиона мира? Вообще, какие эмоции испытывает человек, чтобы он мог сказать, я чемпион мира? Вы знаете, вот я не знаю... Никаких? Нет, не то, что никаких, нет, конечно, но вот у меня не было такого, что я сразу вдруг почувствовала себя важнее или главнее, или еще что-то. Просто у тебя есть какая-то цель, к которой ты стремишься, и когда ты наконец-то ее достигаешь, у тебя такое вот... Ты вздыхаешь и думаешь, окей, а дальше что? Вот ты обрадовался как бы один раз, и нету такого, что ты... Все, я свершился, я такой теперь пуп земли, как говорится. Нет, ты или дальше продолжаешь, как бы вот мы выиграли два чемпионата мира после этого. Мне уже, кстати, захотелось других вещей. Я уже сказала, все здорово, это было классно. А других вещей? Это имеется в виду норковую шубу, кадиллак? Нет, нет, вот, кстати, мне захотелось как женщине... Я закончила танцевать в 29 лет, и мне захотелось уже, наверное, немножко осесть, мне захотелось нормальных отношений. Закончила танцевать, имеется в виду профессионально, не выступая на соревнованиях? Да, 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 закончила именно соревнования, потому что я после этого еще, конечно, очень долго танцевала. Сейчас я практически уже вообще не танцую, как именно даже шоус я не танцую. Я уже сейчас танцую, если я учу. И почему? Потому что когда ты танцуешь, и если у тебя нет отношений с партнером, да, у тебя все равно... Он тебе как... все равно как муж получается, потому что ты ездишь очень много по всему миру, ты постоянно с этим человеком находишься. Но не в одном же номере вы... Нет, 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 не в одном номере обязательно, но у тебя... Ты ходишь на практику каждый день, 3-4 часа в день вы вместе практикуетесь, потом вы ездите на турниры и так далее, тому подобное, у тебя, получается, нету времени, потому что помимо того, что ты сам попрактиковался 3-4 часа, ты же еще должен работать, значит, ты потом... В смысле, на второй работе? Не, ну не обязательно на второй работе, но, например, я начала учить танцы с 15 лет. Получается, что я шла сама... В смысле преподавать? Преподавать. Вы как Гайдар, он тоже полком командовал в ваши годы. Ну, видите, поэтому ты идешь, сам практикуешься 3-4 часа, а потом работаешь, не знаю, 5-6-8 уроков в зависимости от твоих возможностей, поэтому ты, в принципе, целый день занят. И когда ты уже как женщина к 30 годам подходишь, а у тебя еще нету кого-то второй половины, потому что ты все время был занят, и, как правило, у танцоров это часто случается, особенно у женщин. Надо с этим что-то делать, надо организовать клуб для тех, кому за 30. Москва слезам не верит, всем помогает. Вот вы, почему вам бы это не сделать? А я, говорит, сама, говорит, не замужем. Здрасте, приехали. Ну, на самом деле, я хотел вас спросить о том, вот звездная болезнь, я так понял, вам не грозит, вы ее, соответственно, игнорируете, пиливать мы на это хотели, но я вам не поверю в том плане, что вы же все равно общаетесь постоянно с очень известными людьми, которых узнают на улице, у них пытаются взять автографы. И наверняка вы думаете, можете нам сказать, насколько эти люди портятся, или это невозможно все-таки настоящего человека испортить этой славой, вот этой вот, скажем, известностью, денежки и так далее? Мне кажется, во-первых, люди разные, это раз, у каждого это проходит по-разному. А во-вторых, то, что вот я, вот лично я могу только за себя говорить, то, что я видела, что мне кажется, когда люди только-только восходят куда-то, у них немножко больше гонора, потому что им так это хочется, и они, наконец-то, эту славу чувствуют, и они начинают нос задирать. А когда они уже... Я извиняюсь, а в чем это проявляется? Ну, не знаю, люди как-то себя важнее вдруг сразу чувствуют, что если ты раньше с ними был на одном уровне, а теперь они считают, что они круче. То есть меняется речь? Ну, наверное, да, как они с тобой разговаривают. С точки зрения банальной эрудиции, да, вот так, наверное, фразы становятся холодные, возвышенные такие, да, вот человек пытается отстраниться от вас, дистанцию взять. Да, пытается быть выше и лучше и так далее, да. Но дело в том, что это долго не длится, потому что после этого этапа люди или пропадают, или продолжают двигаться вперед. И чем они дольше двигаются вперед и возрастают по скале, как говорится, все известнее, 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 а люди обратно на землю садятся, потому что на самом деле это очень тяжело, когда ты заходишь в любой ресторан, и к тебе хотят постоянно подойти и сделать фотографию или роспись, когда ты сидишь со своей женой, ребенком и хочешь просто поесть. И поэтому... Надо в Макдональдс идти, там вас точно никто не узнает. Да. Никто, даже если узнает, никто не поверит. Самое сложное – это аэропорт, потому что когда ты садишься в самолет, вот и с тобой сидит человек, который тебя узнал... А вам некуда деться? Вот это сложнее всего, потому что ты же не можешь сказать, хорошо, спасибо, мы можем закончить, разговаривать, я хочу поспать. Ну, на самом деле здесь есть и другая сторона медали, вы можете использовать его тактику, сказать ему, Вася, слушай, я тебя узнал, да ты помнишь, как мы с тобой в колхозе, там на грядках, и приставать ему минут 15-20, я уверяю, он сразу пересядет, потому что клин вышибается клином. Но я хотел спросить вас о другом. Вот вы тренируете другие пары, будем говорить так, других танцоров и танцовщиц с 15 лет. Я даже знаю, что школы фигурного катания, они, в принципе, прежде чем встать на лед, люди, естественно, в зале отрабатывают все вот эти вот танцевальные элементы. И благодаря, наверное, вашей работе, американская школа фигурного катания немножечко поднялась и составляет конкуренцию российской или советской школе. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с фигуристами? Как им потом после вот этих, как сказать, залов, где они в тапочках, переходить на эти коньки? Ну, во-первых, я просто хочу сказать, что это не благодаря мне. Мне очень круто повезло, что я даже туда попала. Да ну что, вы не скромничайте. Серьезно, серьезно, потому что когда я туда попала, ребята, с которыми я работала, уже были серебряными чемпионами Олимпийских игр. Это ничего не значит. И мне просто было настолько приятно с ними работать, и вообще даже то, что меня позвали, потому что до этого я никогда с фигуристами не работала. И я совершенно случайно туда попала через человека, который делал со мной интервью, когда я с Клайдом танцевала. Она делает вот газеты, она пишет интервью по поводу именно баскетбола и фигурного катания, вот как-то так получилось. В сравнении, да? Да, и она меня попросила сделать интервью по поводу того, что я думаю по поводу первых трех пар. И я написала интервью, и тренер прочитал это интервью, и ему очень понравилось то, что я написала, и они мне пригласили работать. У них тренер была Марина Зуева и Игорь Шимбольд, которые тоже очень-очень известные фигуристы. И так что, как говорится, правда, да, русская наша школа, они уже эмигрировали сюда очень давно, и вот сейчас американское фигурное катание очень сильно поднимается, потому что, ну, на самом деле, очень много русских эмигрантов, которые вкладывают свою душу уже в другие пары, неважно уже в какой стране они живут. И вот мне так повезло, и работать, конечно, с ними потрясающе. На паркете я могу вам сказать, что разница огромная между тем, как они делают эти вещи на паркете... Вот я и хотел поинтересоваться. ...и как они это делают на льду. А сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь вместе с нами на волне хорошего настроения радиопремьер. Для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что у нас в гостях Елена Гриненко. А потом, после того, как они отработали всю хореографию, все эти движения, вы сказали, ну, окей, и теперь их можно научить кататься на коньках, потому что уже хватит, так сказать, тут топтать паркет. Вы присутствуете на льду, когда они... Да. Серьезно? Да. То есть вы становитесь тоже на коньки? Нет, я не становлюсь на коньки. Я встала, конечно, попробовала покататься. Я очень смешно выгляжу. Я не могу работать на коньках, потому что я тогда начинаю думать о том, если я упаду или еще что-то, и как-то я... Я стою за бордюром, что, в принципе, их коучи тоже очень многие стоят за бордюром. Они к тебе подъезжают, ты им говоришь, что нужно сделать. Они поехали, откатали. Ты должен... Как ты смотришь, что происходит, что тебе нравится, что ты хочешь исправить, что не нравится. Они к тебе возвращаются, вы это обсуждаете, они едут обратно. На самом деле процесс с паркета на лед происходит намного раньше, чем вы думаете. В голове? Нет, нисколько в голове. Ты не можешь отрабатывать с ними шаги, потому что шаги на льду не работают. Почему надо привязать партнера на спину, связать их ноги, и пускай они, так сказать, шаг степ-степ идут? Потому что, да, у них степ-степ нету, к сожалению, и поэтому ты им даёшь на паркете какие-то идеи, которые они пробуют делать. И мы, в принципе, через час-два уже можем прямо там переодеться и пойти на лёд. И мы пробуем, какие идеи работают, а какие не работают. И после того, как я им даю несколько вариаций хореографии, они уже с этим идут к своему коучу, и она уже на этом смотрит, они на это и говорят, окей, нам вот это нравится, вот это не нравится, а можно ли вот это соединить с вот этим. И эта команда целая работает над ихней хореографией. У них есть люди, которые занимаются ихними лифтами, триками, подъёмами. Есть коучи, которые делают общую хореографию, смотрят всё, что они делают. И есть такие люди, как я, приглашённые, которые приехали, помогли со стилем, рассказали им, что это такое, показали, помогли с хореографией и уехали. А у вас и не бывает такого желания, например, посмотрев на эту пару, сказать, ребята, вот этот танец, эта музыка, этому медведю не подходит? На самом деле, ещё раз, потому что мне повезло с парами, с которыми я работала, на том высоком уровне уже такого не бывает. А да, ну, конечно, есть такое. Ты иногда смотришь фигурное катание, обычные турниры, там их там разного. Смените медведя, пожалуйста, на слона. Это будет лучше, более, так сказать, весомо. Ну, а вот эта вот пара, с которой вы работали, серебряные, так сказать, призёры олимпийских игр, после вот работы с вами, они стали олимпийскими чемпионами? Они в этом году в Сочи выиграли олимпийские игры. Понятно. Чтобы выиграть олимпийские игры фигуристам из Америки, нужно несколько компонентов. Первый компонент, надо работать с российским, скажем, русскоязычным хореографом, вот непосредственно с Еленой Гриненко, а также надо съездить на Олимпиаду в Сочи, не в какую-либо другую страну, то есть две русские составляющие успеха. Плюс ещё у них русские тренера. А, у них ещё и русские тренера. И тренируются они вообще на русские деньги. И вообще всё в мире русское, поэтому мы, русские, должны гордиться тем, что русскоязычные, будем говорить так, чтобы не обижать остальных, остальные национальности. Как вы думаете, а вот русскоязычные люди в Голливуде, в Америке, в области шоу-бизнеса, в области, допустим, танцевальной индустрии, они должны гордиться собой? Или всё-таки нам надо быть такими, какими нас делает тот стереотип? Будьте потише, вы неудачники, на вас монголо-татарская ига там давлеет, ещё и так далее. Я думаю, что на самом деле ты, конечно, всё равно меняешься. Я сюда приехала, когда мне был 21 год, и вот за период времени, который я здесь нахожусь, ты всё равно, как у нас в России, это называется, американизируешься. Потому что здесь другие понятия, другие законы, и я всё равно приехала ещё, как говорится, молодая. И гордость того, что ты русский, есть очень большая. Всё-таки культуру уже не выбьешь. Я обожаю Америку, я здесь уже останусь жить, я уже в Россию обратно не поеду, потому что как бы странно это не звучало, но я не чувствую, что я там уже принадлежу. Я когда еду в Москву, я говорю, это мой город, это мой родной язык, но я себя чувствую уже гостём там, потому что там всё поменялось, я поменялась как человек, и, конечно, немножко странно там находиться. А вообще вот культура, мне кажется, её не вышибешь ничем, потому что вот я вот сейчас смотрела Олимпийские игры, да, и я здесь уже как взрослый человек, в принципе, по идее, живу дольше, чем в России. Но вот я болею за русских спортсменов. Душа-то есть. Душа. А вот если русские уже проиграли, тогда я уже болею за американцев. А, понятно, то есть у вас всегда есть и выбор. Ну, видите, вы состоялись как танцовщица, вы состоялись как актёр, будем говорить, актриса, просто как, как даже это выразить словами, я даже слова такого не подберу, просто, скажем, как человек, который ценит и родину, из которой он пришёл, и страну, в которой он сейчас проживает. Но кто были ваши учителя? На самом деле учителей было много, но если... Самое большое спасибо сказать – это мама, мама, потому что мама – это тот человек, который... Почему я начала бальные танцы? И мама – это тот человек, почему я не бросила бальные танцы? И на самом деле... То есть ваш ангел-хранитель. На самом деле, как бы сложно не было, как бы сильно не заставляли и не кричали, а на самом деле мама – это тот человек, почему я здесь. Но она же не заставляла, вернее, как бы не учила вас по ДД делать. Она не учила делать по ДД, но она иногда его заставляла делать. А, то есть её задача была выйти и рявкнуть. Так, хватит есть бутерброды, хватит есть пирожные, пирожные печенья, иди занимайся, Лена. Да, с бутербродами всё было в порядке, но вот был такой вредный возраст, когда 13, 14, 15, когда они... Прекрасный возраст, когда можно родителям хамить. Да, да, когда не хотелось идти на танцы, потому что неохота была, или такой возраст, хотелось погулять, а тут на какие-то танцы каждый день, блин, партнёр ещё этот, надоел, козёл. Мама заставила и сказала, будешь танцевать, пока не закончишь школу. Вот школу закончишь, ты будешь взрослый человек, 16-17 лет, делай всё, что хочешь. А потом она сказала, будешь танцевать, пока не выйдешь замуж. Не-не-не-не, на самом деле, когда школа закончилась, и всё-таки бальные танцы, ну, я начала ещё при Советском Союзе, а закончила уже после, и они становились всё дороже, дороже, дороже и дороже, потому что это не дешёвый спорт. И мама сказала, что, ну, тебе теперь решать, если не хочешь, не надо, потому что на самом деле я не могу позволить себе твою карьеру больше. И после этого я сказала, ты чё, я только начала, и я с 17 лет свою карьеру поддерживаю сама финансово. Ну, вот сейчас вы профессионал, у вас теперь своя школа. Да. А расскажите, пожалуйста, а зачем вам здесь нужна школа, в чём смысл, в чём идея, в чём конечная цель вашей профессиональной работы как педагога? Ну, на самом деле, работа как педагога отдельная, это немножко от школы, потому что как педагог я сейчас езжу, наверное, скорее правильно сказать. Путешествую. Да, путешествую по всей Америке и учу пары и студентов, которые уже танцуют турниры. Я уже не учу раз-два-три ча-ча-ча, я не помню, когда последний раз кого-то научила шаг танцевать, уже больше, это на более высоком уровне. Как эксперт. Да. А школу, которую мы открыли здесь в Sherman Oaks, называется LA Ballroom Studio, это больше для, как хобби для студентов, для людей, которые уже в взрослом возрасте или в детском возрасте. Дети, конечно, более в соревнования ходят, но вот в взрослом возрасте вдруг решили, вот как вы хотите научиться танко танцевать. Мечтаю. Вот наша школа, наша школа позволяет людям, как вы, просто прийти и научиться танцевать танцем. И причина, почему это было открыто, моя жизнь это чемоданы, отели и студии. А мне хотелось уже быть дома, у меня появился сын, ему сейчас почти 8 месяцев, и мне не хочется уже... Поздравляю вас. Спасибо большое. Мне не хочется уже столько много ездить, мне это надоело, и мне не то что остепениться, это не то что остепениться, мне не хотелось осесть, не хотелось, я лучше куда-то пойду на работу и вернусь домой обратно. Правильно, у вас говорит теперь мама, и вы теперь, та мама, которая вас заставляла танцем и вот этой профессией, она у вас сейчас будет материализовываться, реализовываться, потому что вы будете себя посвящать ребенку, и естественно вы будете хотеть, чтобы он достиг чего-то, подметить у него эти все таланты и так далее. Но с другой стороны, вот то, что для людей является хобби, для вас все-таки это является на сегодняшний день бизнесом, насколько я понимаю, или вы бесплатно всех желающих? Это бизнес, для меня это бизнес, даже то, что я учу, мне все равно, мой труд все равно оплачивается, но там у меня есть все равно смесь того желания, чтобы сделать этих людей лучше, для того, чтобы они достигли таких же вершин, как я. И в свое время мы за это тоже платили, как говорится. Ну, звучит загадочко. Чем лучше педагог, тем больше они берут денег, а именно студия, это да, для хобби, для людей, это больше как по бизнесу, мы им организовываем разные вечеринки, мы им делаем уроки, мы им делаем шоу-кейс, где они могут тоже сами выйти, надеть костюм и станцевать танго. Ой, да, на самом деле все это так прелестно, прекрасно, загадочно, заманчиво, меня такое вот одно беспокоит, я опасаюсь одной вещи, если я внимательно слушал интервью, мне тут пришлось еще вопросы задавать, вот, которые мне тут подсовывают, соответственно, от наших радиослушателей. У меня боязнь, например, да, я с удовольствием, я хотел бы научиться танго, но послушав вас, я засомневался, потому что вы сказали, что это некая такая магия, вот, у меня будет партнерша, ну, конечно, я же не буду танцевать танго, она в меня сразу влюбится. Да, и что дальше, мне нужно придется, так сказать, жениться, я же джентльмен, понимаете, это не входит в мои планы, нельзя ли научиться танго как-нибудь, так сказать, поспокойнее? Можно. 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 Расскажите как. Я думаю, что это все зависит тоже от вас и как вы женщину приглашаете, потому что вы можете пойти на обычный ужин и просто поговорить с женщиной как, ну, не знаю, как с другом, просто как с собеседником. Я не могу этого сделать, я женат. Вы не можете. Как с другом, как с собеседником не можете? На ужин не могу. Ну, я имею в виду общий ужин, вот, вы пришли на ужин, там 20 человек сидит. А вы имеете в виду на корпоративный ужин? Общение, да, на корпоративный день рождения. Зачем мне столько жён, 20 жён, это ужас, это много. И так далее. Но в школе вы на самом деле, если мы это переведем на то, что вы женаты, вы не один, вы приходите, там есть много других людей, вы можете участвовать в групповых классах. Я понял, мне надо прийти с женой, и пусть она тоже, так сказать, учится, а потом мы с ней вместе станцуем танго. Конечно, да. Хорошо, да, интересно. Ну, на самом деле, я так понимаю, что возраст не влияет никаким образом на желание учиться, и лет так в 90 ещё можно? Можно, вы знаете, у меня был студент во Флориде, ему было 102 года. Ух ты! И он в школу приходит два раза в неделю на танцы, и он до сих пор активный. Партнёрша у него тоже 102 года? Нет, к сожалению, к сожалению, жена его уже не была в живых, но я думаю, что он раньше с ней танцевал, и вот у него ностальгия. Это ностальгия, остатки того, что он до сих пор ходит в студию, до сих пор танцует, и ему это очень нравится, и он продолжает это делать, ему приносит это масса удовольствия. И вот знаете, на самом деле, когда вот мы говорим, что это бизнес, да, это бизнес, 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 но вот приходят такие люди, вот как вы говорите, там, вот они в 50-60 лет вдруг решили, вы знаете, что я всю жизнь хотел танцевать. Я вот наконец-то пойду и это для себя сделаю. И вот смотреть на их прогресс, как они, во-первых, учат это всё, как они потом становятся лучше, и насколько им это нравится и приятно, это приносит массу удовольствий. А скажите, пожалуйста, в принципе, бальные танцы это всё-таки немножечко спорт, наверное, и вот спортсмены, да, вот они в футбол играют, мячик в голову бьёт, шайба в голову бьёт, говорят, тупеют немножко, а бальные танцы, они каким образом влияют на развитие или снижение интеллекта? Ну, я думаю, что оно наоборот влияет на, во-первых, развитие физически твоё это 100% лучше, потому что я вот то, что лично знаю, что только танцоры и пловцы задействуют каждую мышцу своего тела, когда они делают свои упражнения. У как бы у остальных спортов они делают определённое упражнение, а танцоры очень разносторонние в этот раз, поэтому физически на тебя влияет это в лучшую сторону. Если ты находишься в лучшем физическом состоянии, ты, кстати, ешь лучше, потому что если ты... Но не больше. Не больше. А лучше? Лучше, потому что ты не можешь пойти съесть три бургера и после этого пойти танцевать, ты просто не будешь это даже изначально делать, поэтому привычка лучше питаться у тебя за года приходит. Мы, танцоры, честно говоря, не сидят на какой-то прямо специальной диете, потому что ты столько много... Ну, по-моему, не скажешь, вы прекрасно выглядите, и этот вопрос напрашивается сам по себе, наверняка есть какой-то секрет, не может быть, чтобы вот вы ели по семь гамбургеров. Ну, вот я просто говорю, привычка есть правильно, я не ем джанк-фуд, если я... Я не знаю, как это на русском языке. Все поймут. Фигню всякую я не ем. Да, всякую ерунду. Я люблю здоровую еду, салатики и так далее, не потому что меня заставили это съесть, а потому что мне это нравится, потому что это тоже легче еда, я могу это съесть и после этого пойти потанцевать. Ну, мужчины-танцоры на одних салатиках не натанцуются, потому что им надо партнершу поднимать, нести ее на руках, нужна мускулатура, белок, извините меня, никто еще не отменял, и протеины, а вы им предлагаете пестицидами питаться. Да нет, нет, поэтому я и говорю, что оно все заимно с собой связано, если вам нужно больше энергии и больше протеинчика, вы пойдете и скушаете коктейльчик, который имеет протеинчик, и потом пойдете... А все-таки, видите, куска мяса не предусмотрено, коктейльчик, салатик... Курочка не мясо, курочка это другое. Ну, протеинчик там все равно есть. То есть вы считаете, что все-таки диета танцора, мужчина, она немножечко отличается от диеты просто мужчины-спортсмена? Ну, нет, наверное. Я вообще могу сказать, что физически активные люди едят более правильно, вот что я пытаюсь сказать. Были ли они пловцы, танцоры или лыжники? Ага. Потому что им ихний спорт и в то форма, в которой они должны находиться, не позволяет есть всякую гадость, потому что они не будут в своей лучшей спортивной форме. И за года ты привыкаешь есть правильно. Поэтому, когда ты перестаешь танцевать или перестаешь плавать, ты сильно, тебя как мячик сильно не раздувает, потому что ты продолжаешь здоровый образ жизни. Плюс даже когда ты перестаешь усиленно заниматься, твое тело настолько привыкло быть физически активным, ты просто пойдешь что-то другое сделаешь. Пойдешь или в джим, или пойдешь хайкинг, или пойдешь, не знаю, плавать, что-то ты, твое тело хочет активности. И чем дольше ты активней, тем лучше твое здоровье. Это мое личное мнение. Ну, хорошие советы. На самом деле я сидел заслушался, у меня сразу идет работа в голове, естественно, как свою диету поменять, если, конечно, это мне нужно. Но я бы хотел спросить, все-таки вернуться к вашей карьере. Вот вы участвовали в этих сезонах танцев со звездами. Сейчас, я так понимаю, вы наблюдаете со стороны. А вас не приглашают консультировать эти шоу, как-то вот общаться? Все-таки вы же не чужая этому проекту? Ну, кстати, было много раз. Я после того, как не участвовала как профессионал-звездой, я очень еще много там танцевала. И было даже пару раз, когда они вот начали делать американский стиль. Не все танцоры в своей карьере танцевали американский стиль, а я 100 не танцевала. Меня пригласили учить, показать этим танцорам, что такое basic step balero. Потому что не все на самом деле знали. Ну, я, например, не знаю. Вот. Ну, поэтому как бы были отношения и так далее. Просто я вообще перестала танцевать на самом деле, потому что у меня проблема с коленями. И все-таки все очень всегда думают, что бальные танцы — это так, пух, легко и хорошо. А на самом деле очень многие люди имеют травмы точно так же, как и фигуристы или гимнасты. И поэтому в каком-то возрасте ты делаешь выбор. Окей, я или продолжаю себя калечить, или я должен приостановиться и подумать, надо ли мне это, потому что я, может, в 50 лет ходить не смогу. То есть суставчики просто стерлись от того, что ножка так, ножка сяк, ножка вот так, потом ее завернуть за угол надо, поднять на партнера и так далее. Да, в 21 год у меня треснул менискос и в двух местах, и мне его вообще достали. Так что с 21 года у меня внутри нет внутренней части менискоса, поэтому... Ну, видите, все-таки хорошо то, что вы сделали другой шаг в сторону профессионального обучения других. Это вам дает возможность и находиться в своей страсти, и оставаться верной своей любви к танцам, и в то же время наблюдать со стороны, как другие танцуют. Ну, а внутри не зажигается ли, вот, скажем, что-нибудь такое, вот, знаете, когда вот смотрит тренер и говорит такой, ну, как же ты танцуешь, ну, сколько же можно тебе говорить, ну, вот не так это все, вот ворчание, нет такого? Бывает, бывает. А, все-таки тренеры ворчаны. Да, особенно с парами, с которыми работаешь долго, и когда они уже, в принципе, знают все, что ты от них хочешь, и когда ты уже видел, что они это сделали, а вдруг потом не делают, ты, конечно, можешь немножко надавить и сказать... А как вы это делаете, берете дубину и дубасите, или просто лэнгвич, так сказать, прессинг? Можно иногда повысить голос, потому что они все-таки танцуют под музыку, и музыка дубасит, и ты можешь крикнуть, или хлопнуть, или что, давай! Так что это все равно входит в твою часть твоей эмоциональной, потому что ты уже эмоции переживаешь не за себя, а за них, потому что если я знаю их вариации, я знаю, как это должно быть сделано, и вдруг это не сделано, ты в своем, внутри тела так... Они решили, они договорились, как говорят, слить тренера, то есть показать всем, что тренер во всем виноват, а не танцоры, но не тут-то было, профессионализм, как говорится, не пропьешь, глаз не сотрешь. Лена, скажите, пожалуйста, а вот находясь в Америке, вот живя здесь, чувствуя себя здесь полноценной гражданкой этого сообщества, и вот успешным человеком, какая у вас мечта? Ой, прямо такой вопрос хороший. Вот я даже не знаю, вы знаете, вот как-то... Мы можем второй дубль сделать. Да, нет, нет, нормально. Мне кажется, что вот я настолько... Мечта, знаете, какая мечта быть... Comfortable, комфортно. Ну, комфортно чувствовать себя. Комфортно себя чувствовать как человек, и комфортно себя чувствовать... Знаете, я вот всю жизнь ездила, и я везде перебывала, а я на самом деле немного... Не насладились. Да, потому что все время это было или какая-то работа, или какой-то стресс, и мечта, наверное, иметь возможность поездить везде. Ну, не зачем на поезде ездить, и на самолете. Берите велосипед, лыжи вперед. Да нет, велосипед, лыжи не то. Палатка. Хочу, вы знаете, с детства хотела побывать на всех пяти континентах. Пока была... Ну, сейчас их семь, правда, считается, раньше было пять, да? Пока я побывала, ну, в Евразии, понятное дело, в Америке, в Саут-Америке, еду в Африку в ноябре, сбираться на гору, и потом еще вот в Австралию. Так что вот это какая-то была детская мечта, попасть на все пять. Она у вас не комплит, то есть не полная. Еще не полная. Пока вы не побываете в гостях у пингвинов? Нет, к пингвинам я, кстати, не хотела, поэтому я говорю, что сейчас считается семь континентов. Как пингвины танцуют, вы видели? Да. Это потрясающе. Все, когда смотрим, эти ролики, когда показывают, это умиляет. Пингвин умеет не только в углу стоять и качаться, они умеют танцевать. Ну, я на пингвинов лучше в зоопарке, слишком не люблю холод. Ну, кто знает, может быть, к тому времени, когда вы туда соберетесь, а у вас все еще впереди, там уже Антарктида, соответственно, поменяется же климат, глобальное потепление, и пингвины будут лежать на пляже. Загорать. Загорать и встречать хореографа, танцовщицу, двукратную чемпионку мира, Елену Гриненко. Мы будем с ними петь. А вы поете? Нет, к сожалению. Жаль, а то мы в прямом эфире на радио, я бы попросил вас спеть в качестве, так сказать, музыкальной паузы. Тем не менее, к сожалению, рамки нашей программы не позволяют с вами беседовать, хотя бы можно 24 часа беседовать. Это очевидно, вам есть что сказать, и это очень приятно, но мы всегда задаем один и тот же вопрос в конце программы нашим гостям. Вот сейчас вас слушают радиослушатели по обе стороны Атлантики. А что бы вы хотели пожелать им от себя лично? Я хочу, всегда хочется пожелать человеку оставаться тем, кем он есть, потому что, мне кажется, очень много людей хотят тебя поменять. Ситуация, в которой ты находишься, иногда заставляет людей меняться. А мне кажется, самое важное – это оставаться собой. И поэтому желание у меня такое. Мне нравится общаться с людьми, которые те, какие, какие. Вот такое я есть, а дальше, как говорится, вам нравится или не нравится – это уже другой вопрос. Но мне вот хочется, чтобы таких людей было больше. Спасибо, Лена. Я во всем вашем пожелании вычленил, скажем так, ключевое слово, и оно простое – есть. Ну или, по словарю Далю, кушать. Вот, наверняка вся жизнь человека вертится вокруг этого понятия. Все, что с нами происходит, это просто из-за желания покушать. Люди двигаются, зарабатывают деньги, карьеры и так далее. Но мы созданы, иначе мы не будем жить и существовать. Энергию надо откуда-то брать. В любом случае, мне очень приятно, что вы нашли время прийти к нам в студию и рассказать о вашей карьере, поделиться впечатлениями, рассказать о вашей школе. Мы с удовольствием будем вас приглашать еще, для того, чтобы вы рассказали о каких-то новых проектах, в которых вы собираетесь участвовать, о новых путешествиях, о новых знакомствах. Может быть, какие-то личности, которые с вами знакомы, захотят тоже поделиться своим опытом перед нашими радиослушателями. Поэтому нам это все будет очень и очень приятно. Большое вам за это спасибо. Спасибо вам большое. Ну что ж, на этом наша программа подошла к своему логическому завершению. Хочется пожелать вам успехов, творчестве, в личной жизни и просто прекрасного-прекрасного настроения. Спасибо большое и до следующих встреч в эфире. До свидания. А мы продолжаем программу. Оставайтесь с нами. Радио-премьер. Радио-премьер.